Приветствую всех на канале Nautic! Сегодня мы рассмотрим вот такой вот Asus ZenBook, называется конкретно это модель 14X OLED UX5400EA, и здесь установлен процессор Intel Core i5, правда из поколения Tiger Lake. Обязательно напишите, что там представили много разных ноутбуков во всякое старье, обозревайте и напишите, я без этого комментария жить не смогу. И делаю другие обзоры, соответственно, тоже. Что же, давайте я вам про него расскажу, тем более, что аппарат этот интересненький. Понеслась. Начнем с корпуса. Он целиком выполнен из алюминиевого сплава, окрашен темно-серый цвет. На рабочей панели практически не остаются следы от рук и разводы, что не относится к крышке дисплея. Они, кстати, есть стандартные эксцентрические круги, и вот на крышке как раз видны все следы от пальцев, следы от рук, и вот все это дело. Протирать придется постоянно. Что еще нужно отметить в корпусе, так это то, что здесь есть шарнир Ergolift, который поднимает под небольшим градусом рабочую панель. А еще дисплей здесь раскрывается на 180 градусов, что также прикольно. С этим разобрались, посмотрим на клавиатуру. Клавиатура здесь, в принципе, обычная для ZenBook. У него достаточно высокий ход, для меня. То есть, здесь стандартный и средний ход, для меня он высоковат, но это неважно. Справа идет набор дополнительных клавиш типа Home, Page Up, Page Down и End. И кнопка включения, которая так сильно отличает всех остальных клавиш, и в нее еще встроена скаршетка пальцев. То есть, случайно вы ее не нажмете, ну и скаршетка пальцев на кнопку включения. Это просто удобно. К слову, есть диодная подсветка. С этим никаких проблем нет. Чуть ниже клавиатуры находится скринпад второй версии с разрешением Full HD. А вот именно как скринпадом я себя заставлял прямо им пользоваться пару дней. Ну, меня вообще как бы не смог себя заставить. Точнее, заставлял заставлено, типа заставить звучит странно. Но мне было неудобно. Мне проще положить рядом телефон. Это, видимо, просто дело привычки. Опять же, я видел людей в комментариях, когда я рассказывал про другие ноутбуки с скринпадом, которые пишут, что они только из-за этого купали, конкретно эти модели. Но как тачпад, этот скринпад просто отличный, потому что он стеклянный, он хорошо закреплен, он не лифтит, с ним все в порядке, он отзывчивый, он достаточно большой. Во все, что касается вот именно вот этого дела, в этом проблем никаких нет. Мне понравилось. Скажем так. Далее взглянем на порты. Что же у нас здесь по бокам разнесено? Разнесено там два порта. Thunderbolt 4, соответственно, с поддержкой Power Delivery и возможность отключения внешних дисплеев, и не только. Далее есть порт 1 USB 3.2, видеовыход HDMI, картридер microSD и 3,5-мм аудиоразъем. Все необходимое, в принципе, есть и в комплекте еще идет переходник с USB на RJ45. Ай, да, скажу сразу, еще в комплекте идет чехол вот такой, на котором написано ZenBook. Слово, по-моему, это новый дизайнер, предыдущие по-другому выглядели. И все это дело работает от 100-ваттного адаптера питания с коннектором USB-C, что классно и логично. С этим разобрались, давайте теперь взглянем на дисплей, потому что слово OLED в названии этого ноутбука не случайно. Установлена здесь OLED-матрица от компании Samsung. Глянцевая, само собой, и не только не потому, что почти все OLED-ы, точнее все OLED-ы, что я видел, они были с глянцевым покрытием, потому что этот экран еще, пускай всему, сенсорный. Что касается характеристик самой матрицы, то вот ее маркировка для начала, чтобы вы имели в виду. Далее, разрешение у матрицы 2680 на 1800, да, здесь отношение сторон 16 на 10, и это удобно. Посмотрим на цветопередачу. По sRGB и Adobe RGB 100%, по NTSC 98%, но только потому, что треугольник, видите, он сам по себе больше цветовой охват, но просто не все цвета из NTSC попадают внутрь, такое бывает. Максимально заявленная яркость для этого экрана 550 нит, это в режиме HDR. Так как в режиме HDR, опять же, наш Spyder некорректно выводит информацию, я вам покажу, как это выглядит все без HDR. Без HDR у меня получилось от 345 до 354 пиковое значение яркости, в зависимости от зоны экрана. В принципе, он очень яркий, и даже там 300 прям выжигает глаза. Если сравнивать с моим ноутбуком, в этом тоже как бы заявлено 300 нит, ну, небо и земля. Здесь он значительно ярче, и это круто. В режиме HDR он становится еще ярче, опять же, никаких цифр я пока не могу, потому что прибор просто ну, некорректно выводит информацию и глючит. Что еще про этот туалет я расскажу? Ну, то, что есть стандартные схемы сохранения матрицы, как сдвиг пикселей, скринсейвер в прошестве получаса. И добавлена еще новая фишка. Это flicker dimming, как так она называется у Asus. Я вам покажу, как это выглядит в утилите My Asus. То есть на яркости 60 и выше там какая-то специальная переключатель, который помогает избежать, собственно говоря, шима. Я, собственно говоря, на этой матрице шима на яркости выше 60 процентов и не видел. Я увидел его, если поставить яркость матрицы на 30-40, вот тогда он заметен. На выше 60 не заметен. Но такая настройка есть, ее добавили, видимо, чтобы просто в рекламных материалах изображать, что она есть, как мне кажется. Точность цветопередачи здесь Delta-E 2 и меньше. Собственно говоря, всего по одному цвету значение 2, по всем остальным 1 и меньше. И это круто. И, в принципе, с этим экраном профессионалы могут работать без каких-либо проблем. Что ж, я думаю, с экраном было долго, с этим мы разобрались. Далее, что еще нужно знать, это аудиосистема здесь состоит из двух динамиков, настроенных Arma Garden. Звук средненький. Здесь всего два динамика. Хотелось бы увидеть четыре, потому что система из четырех динамиков в ZenBook, она звучит значительно лучше по всем параметрам. Здесь все попростенько. И Harman Kardon, пускай вас это не смущает, как бы это толком ничего не значит, кроме того, что просто еще один бренд в списке характеристик, и это как бы должно выглядеть круто. К слову, да, я забыл сказать про веб-камеру, которая над экраном находится. Вот ее тест. Тест встроенной камеры и микрофонов. Хоть здесь и обычная HD-камера, по крайней мере, картинка более чем приличная, мне нравится. А качество микрофонов судите сами. Ну, в целом, все более чем неплохо. Далее давайте взглянем, наконец-то, что установлено внутри этого ноутбука. Наконец-то мы к этому переходим. Итак, я уже заявлял, что установлен процессор Intel Core i5 с поколения Tiger Lake. Это низковольтник, четыре ядра, восемь потопов, маркировка 1135G7 с базовой частотой 2,4 ГГц. Дальше. 8 ГБ оперативной памяти, распаянной в четырехканальном режиме. По крайней мере, так заявляет AIDA64. Не знаю, правда это или нет. Установлен SSD-накопитель от компании SK Hynix на 512 ГБ. И он шустрый, вот вам подтверждение. И еще мы видим там аккумулятор емкостью 63 Вт-часов, который я тестировал, как обычно. Я выставил яркость экрана 200 нит, отключил подсвет клавиатуры, выставил режим в My Asus тихий, в винде максимальная энергоэффективность, включил YouTube, поставил видео в 1440p и замерил 3 часа. По прошествии 3 часов у меня осталось еще 58% емкости аккумулятора. В целом скажу, что мне этого ноутбука на целый день не хватало. Давайте, наконец-то, взглянем на бенчмарки. Итак, если вы посмотрите на бенчмарки, которые задействуют только процессор, то здесь, в принципе, результаты обычные для 4-ядерного 8-поточного процессора, низковольтного такого уровня. Что касается бенчмарка, который задействует по большей части графику, вот здесь результаты получились значительно выше, чем у большинства конкурентов с аналогичным чипом. И там прямо, ну, заметно выше результаты. Поэтому я решил на этом ноутбуке, учитывая всего лишь Intel Core i5 процессора, мы знаем, что i5 и i7 процессоры, это XE graphics, она разная в i7. Там больше этих executive units, чем в i5 процессоре. Но этот i5, например, смог потянуть такую игру, как Ведьмак 3. На низких настройках в Full HD качестве. И там все не очень гладко, собственно говоря, у вас уже идет видеоряд. В среднем получалось выше 30 кадров. В принципе, железо работает нормально. И несмотря на то, что заявлено под видеопамять из ОЗУ выводится всего 1 гигабайт, мы видим то, что там 1.2 и 1.3 в игре выводится под видеопамять. И, в принципе, там графика чувствуется себя вполне неплохо. Но там видны и дропы, и дроп сразу сказывается на энергопотреблении всего и вся, и на частоте графики. И все это дропается до 16 кадров. Я, в целом, побегал по Новиграду где-то порядка 10 минут, и все 10 минут сохранялась подобная ситуация, как видно в видеоряде. То есть, я бы смог вот в таком режиме поиграть. То есть, игрки какие-то попроще, здесь также можно запустить. Но думаю, что модель с Core 7 намного лучше себя ведет. Учитывая, что обратили внимание, наверное, уже на энергопотребление процесса. То есть, он потребляет достаточно много и держит очень неплохую частоту. Теперь мы перейдем, наконец-то, к стресс-тесту. Начнем мы с Corona 1.3, с которым Notebook справился за 4 минуты 21 секунды, что, в принципе, такой средний результат для низковольтных трехъядерных восьмопоточных процессоров. Средняя частота у нас получилась 3.8 ГГц, что также хорошо для этого чипа. Далее включаем AIDA64 и стресс-тест, смотрим, что там. А там те же самые 3.8 ГГц, без каких-либо просадок все стабильно идет. При этом греется в среднем этот чип до 86 градусов. В среднем. Потребляет в районе 40 Вт, что очень много для низковольтных. Прямо видно, что он так, этот чип так показывает все на что способен, и 40 Вт ему даже с избытком. Потому что я еще раз пропустил стресс-тест на этом ноутбуке, но задействовав и встроенную графику, и процессор. У меня получилось, что средняя частота на процессоре понижается всего на 200 МГц, и нагрев понижается примерно до 80 градусов в среднем. Но в остальном примерно такая же ситуация сохраняется. То есть, все с производительностью здесь хорошо. И это шасси, мне кажется, подготовлено для процессоров P-серии 28-ваттных, которые должны здесь развернуться прямо в полную мощь и расцвести, и все будет великолепно. Я как бы хотел бы придраться к этому аутопу, но единственное, к чему я могу придраться, это к времени автованной работы. По крайней мере, то, как я за ним работал и так далее, на целый день не хватало, а хотелось бы, чтобы хватало. В остальном, это хороший 14-дюймовый ноутбук. Если вас интересует цена на ZenBook 14X, то жмите ссылку в описании, там указаны разные модификации и, соответственно, цены на них. А я все, что знал об этом ноутбуке, рассказал. Большое спасибо за просмотр и всем пока!